Вы смотрите информационную программу СТВ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Жесткая швартовка в Сызранском районе и два ДТП, в которых пострадали и погибли люди. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Два человека погибли в результате ДТП в Сызране. Там столкнулись Вазовская легковушка и кроссовер. Авария произошла вечером 27 мая на пересечении улиц Ульяновской и Володарского. По предварительным данным, один из водителей пересекал перекресток на красный сигнал светофора. Кто именно нарушил правила, сейчас выясняют полицейские. В результате аварии водитель 13-й погиб на месте. Пассажирка легковушки скончалась по дороге в больницу. Один человек пострадал в результате ДТП на автодороге Курумыч-Новый-Буян. Авария произошла около 6 вечера 27 мая. По данным ГИБДД, 38-летняя женщина, водитель иномарки, выехала на встречную полосу, где машина столкнулась с Вазовской, 14-й. В результате ее водитель, это 65-летний мужчина, получил травму ног. Его доставили в больницу. Почти 3000 тонн зерна не доехали до Крыма. В минувшую субботу 26 мая в акватории Волги в районе села Печерское Сызранского района грузовое судно врезалось в берег. Как позже выяснили полицейские, судном управлял 38-летний мужчина, старший помощник капитана. В момент ЧП он был пьян. Обошлось без пострадавших. Каникулы повышенной опасности. Сотрудники ГИБДД, МЧС и образовательных структур напоминают, что летняя пора для школьников – это не только возможность отдохнуть и весело провести время перед новым учебным годом, но и высокий риск получить травмы, в том числе и несовместимые с жизнью. На что стоит обратить внимание родителям, чтобы обезопасить своих детей – в нашем следующем сюжете. Сходить искупаться, выйти во двор погонять мяч или взять любимый самокат и по городу. Правда, на дорогах каникул не бывает. В этом году на них уже произошло более 40 ДТП с участием несовершеннолетних. Причем происшествия случаются далеко не только на перекрестках, но и во дворах. Сотрудники ГИБДД продолжают серию профилактических мероприятий, но не стоит забывать, что львиная доля ответственности лежит на плечах родителей. Еще раз обращаюсь к родителям, прежде чем отпустить ребенка на улицу, еще раз с ним проговорите. Не надейтесь на то, что он находится в дворе, на улицу на основную проезжую часть не вышел, и поэтому он в безопасности. Двор – это тоже достаточно опасный участок. Опасность подстерегает и на водоемах. В Самарской области в прошлом году погибли три ребенка, в позапрошлом – вдвое больше. Причем матушка Волга – отнюдь не самый опасный водоем. Как правило, эти гибели происходят на малых реках, таких как Большой Кенель, Сок, Чапаевка. Чем меньше река, тем больше вероятность в таких местах. Потому что туда дети уезжают к бабушкам, к дедушкам на каникулы. И поэтому дедушки с бабушкой, как правило, заняты бывают. Стоит отметить, что несколько десятков тысяч самарских ребят отправятся на каникулы в оздоровительные лагеря, которые также являются объектами повышенной опасности. Специалисты городского департамента образования сообщают, что на данный момент все учреждения готовы принять детей. Они соответствуют нормам технической, пожарной и антитеррористической безопасности. В 99% от общего количества всех этих учреждений установлены кнопки тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения. В 70% этих учреждений имеется система контрольного доступа. Кроме того, специалисты напоминают родителям о безопасности при переходе железнодорожных путей. Внимательно, без наушников и не болтая по телефону. Всего в этом году на путях Самарской области пострадали 18 человек. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ. В понедельник, 28 мая, стартовал основной этап единых государственных экзаменов. Он начался с испытаний по географии и информатике. Эти предметы не являются обязательными. Географию задают 104 выпускника, информатику и ИКТ 711. Всего в регионе открыто 7 пунктов проведения экзамена. Два в Тольятти, по одному в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Отрадном и Жигулевске. Во всех пунктах применена технология печати и сканирования экзаменационных материалов. Ведется видеонаблюдение и работают общественные наблюдатели. Результаты тестирования можно будет получить 15 июня. Политолог, философ, аналитик, провидец. Труды Александра Панарина обсуждали на веб-конференции, которая прошла в Самаре. На нее собрались студенты, преподаватели, общественные деятели, священники и представители власти. Своё мнение высказали ученые и эксперты. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. 250 научных работ, монографии и учебники. Многие труды Александра Панарина были посвящены роли и месту российской цивилизации в многополярном мире. Также называется и веб-конференция, которую провели в Самаре по инициативе Русской Православной Церкви, Всемирного Русского Народного Собора и правительства региона. Для нас эта тема очень важная, очень актуальна. Об этом говорил и президент в рамках встречи на Петербургском форуме. И вот те смыслы, которые были заданы в трудах выдающегося нашего философа Александра Сергеевича Панарина, они для нас очень актуальны. И место в России, да, в современном мире, отношение к обществу потребления. Важно, чтобы вот этот человек и его труды были раскрыты для широкой аудитории. И потому-то мы проводим эту большую веб-конференцию для того, чтобы каждый русский человек не был сторонним наблюдателем, но активным соучастником в этом большом делании. Александр Панарин скончался 15 лет назад, но словно провидец, пророк, он предсказал сегодняшнюю ситуацию в мире. Панарин был критиком глобализма, общества потребления и элиты современного общества. Названия его работ говорят сами за себя. Православная цивилизация в глобальном мире, искушение глобализмом, стратегическая нестабильность в 21 веке. Наше ближайшее будущее безнадежно устарело. В которых он рассуждает о цивилизационном потенциале России. Он однозначно позиционировал, предполагал ту ситуацию, в которой оказывается сегодня Россия. В растущей ее изоляции. В том, что вызовы перед ней стоят колоссальные. И в то же время он уверен, что будущее 21 века во многом будет определяться и даже принадлежать России. Конференция шла два с половиной часа. О ее итогах участники смогут рассказать в своих вузах и общественных организациях. Максим Остриков, Николай Епифанов, СТВ. Дежурный по городу. Далее Мария Левина с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. Чем оборачивается абсолютное невнимание и бездействие коммунальных служб? Город имеет право знать. Улица Тополей 9. Дождется ли ремонта крыльцо, которое находится в отвратительном состоянии? Одна женщина упала, ногу сломала. Другая вот со второго этажа, Соня, она упала, колено разбила. Третья, значит, лодыжку свернула, вывихнула прям. Вот. Ну и что? Ждем, пока совсем покалечимся. Так же тоже нельзя относиться к людям. У нас во дворе детей очень много, и в нашем подъезде тоже много детей. Мы ходим, во-первых, с колясками. Коляску никак невозможно завести. У нас даже порожка нет такого, чтобы довести коляску. Приходится поднимать все это. Дети также падают. Дети также разбивают и ноги, и руки, и лицом падают. По-разному. Ладно, еще мы с маленькими на руки берем. А есть же, которые два, три годика, четыре сами ходят. Уже сколько детей вот так вот упало и поранилось около нашего подъезда. В 2012 году мы писали коллективное подъездное письмо по ЖРТ. По ЖРТ, значит, это товарищ Хлеул пообещал нам сделать ремонт. В 2014 году ремонт крыльца не сделали. Но 2016 год прошел, 2017 прошел. Уже 2018 половина почти прошла. И с места ничего не двигается. А все больше и больше разрушается. Все хуже и хуже становится. Мы мириться не хотим. Мы с 2012 года бьемся за это крыльцо. Если с течением времени ваша коммунальная проблема не решается, пишите, звоните в нашу программу. В Самаре отметили столетие образования пограничной службы. Это профессиональный праздник людей, охраняющих рубежи нашего государства. Ветераны и действующие сотрудники службы возложили цветы к вечному огню на площади славы. А накануне в парке Победы открыли памятник пограничникам всех поколений. Обо всем по порядку в репортаже наших корреспондентов. Томительные минуты ожидания перед открытием. Автор скульптуры и сам ветеран-пограничник на работу ушел не один день. Это трудоемкий процесс. Боец с собакой возле заставы. Четырехметровая композиция символизирует нелегкую работу пограничников. Она установлена в столетие службы, которая входит в структуру ФСБ. Инициаторами установки памятника стали сами пограничники. Общественную организацию поддержал глава региона. Это святое место. Это практически то же самое, что и вечный огонь для любого нашего человека. Я думаю, что этот памятник будет постоянно действующим. Точно так же, как и площадь славы. Ровно сто лет назад декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана РСФСР. Бойцы службы стоят на рубежах необъятной границы нашей Родины. И всегда принимают первыми на себя удар. Так было и в далеком 41-м, когда началась Великая Отечественная. Зеленые береты по праву себя называют элитными войсками. Наша страна была надежно защищена. И всегда, чтобы вот такое яркое солнце и голубое небо было во всех городах нашего Отечества. Слава военным пограничникам! И все же основные события по традиции развернулись на площади славы. Руководитель региона Дмитрий Азаров подчеркнул всю важность службы для нашего государства. И сегодня новое поколение бойцов встает на защиту рубежей нашей Великой Родины, России. Я хочу пожелать всем военнослужащим, ребятам, которые видят себя в будущем пограничниками, свято хранить традиции, быть достойными светлой памяти, храбрости и доблести героев, павших в защите рубежей нашей Родины. Действующие сотрудники службы и ветераны-пограничники возложили цветы к вечному огню в память о сослуживцах, погибших при исполнении долга. Бесподобно вообще. Первый раз в жизни в истории нашего города. Такая замечательная дата. Поздравляем всех, 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 абсолютно всех с таким великим праздником, Днем пограничника. Российские пограничники защищают самую большую государственную границу в мире. Ее общая протяженность 61 тысяча километров. 15 из них приходится на сушу. Россия граничит с 18 странами. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. В минувшие выходные в Самаре прошел юбилейный 25-й фестиваль прессы. В этом году он стал самым массовым. В Струковский сад, где ежегодно свой профессиональный праздник отмечают все СМИ региона, пришли тысячи горожан. Самарцы окунулись в торжественную атмосферу в день открытия парка после реконструкции. Как прошел праздник, выяснила наша съемочная группа. Первая независимая телерадиокомпания страны в этом году пригласила гостей в волшебный мир Алисы. Страна чудес в Струковском саду вызвала небывалый интерес. Мы постоянно участвуем на фестивале прессы о такой весенний прекрасный день, который мы эту площадку посвящаем детям, потому что дети – наше будущее. Фокусы – аниматоры, музыканты, танцоры и пушистые артисты. В сказочный мир ската с удовольствием отправились и дети, и родители. В этом году какое-то все особенно яркое, сочное, зеленое. У вас площадка просто прекрасная, такая тематическая, необычная, сказочная, конечно, поэтому мы с ребенком. Что вы смотрите на канале «СКАД», что вы предпочитаете и как вам сегодняшняя атмосфера? Конечно же, новости, праздничная атмосфера сегодня, все очень красиво, хорошо. А у вас как настроение, как вам фестиваль прессы? Отличное настроение, погода хорошая, весело все. Дружелюбную атмосферу создали 100 региональных СМИ. Материалы журналистов интересны не только местным зрителям, читателям и слушателям. Глава региона отметил, что работа журналистов крайне важна в год проведения чемпионата мира. И добавил, что возвращение праздника в Струковский сад – это историческое событие. Областному союзу журналистов исполнилось 100 лет. 150 лет со дня рождения Максима Горького, который начинал карьеру журналиста в Самаре. И 25-летний рубеж преодолел фестиваль прессы, который всегда, за исключением прошлого года, проходил в Струкачах. Я рад, что здесь при реконструкции парка были учтены пожелания гаража. И я рассчитываю, что сегодня парк в своем обновленном виде, представ перед жителями города, жителями области, он, конечно, доставляет большое удовольствие. Ну и, конечно же, я хочу поздравить виновников торжества, журналистов, людей, которые имеют особый талант, особый дар. Своими словами доходить до сердец, доходить до умов миллионов людей. Масштабная реконструкция Струковского парка, на открытие которого приехали тысячи горожан, проходила под личным контролем главы города Елены Лапушкиной. Самые лучшие пожелания и развитие союза журналистов. Ну и, дорогие друзья, дорогие журналисты, я от всей души хочу вам пожелать, чтобы ваши слова, журналистские слова, вдохновляли нас всех на лучшее, на позитивные изменения, на развитие, на исправление ошибок, куда же без них. И я хочу, чтобы на всех языках мира, благодаря вам, Самара звучала как лучший город на земле. В этом году впервые свои площадки были и у школьных редакций. Лидером среди тинейджеров вновь стала телестудия «Товарищ». Бодрый речитатив взбодрил первых лиц региона. За молодыми будущее и их взгляд другой, но со старожилами их объединяет любовь к слову. Место встречи изменить нельзя, потому что Струковский сад, наш любимый сад, мы его очень-очень любим. И журналисты считают его своим. 25 лет мы вместе. И давайте сделаем так, чтобы наш фестиваль тоже отмечал свое столетие. И завершился фестиваль традиционным награждением ведущих СМИ региона, в их числе и телерадиокомпания «СКАД». Самая социально ориентированная площадка – это телерадиокомпания «СКАД». День Святой Троицы. Православные христиане отметили в минувшее воскресенье один из самых главных своих праздников. История его идет ото дня, в который на апостолов, учеников Христа, снизошел Святой Дух. Это событие также считается моментом создания христианской церкви. Подробнее в нашем следующем сюжете. День Святой Троицы. Он отмечается в 50-й день после воскрешения Христа. Как описано в Новом Завете, его ученики собрались в Иерусалиме, в так называемой Сионской горнице. И там на них снизошел Святой Дух, в виде языков пламени, которое не обжигало. Так людям предстала третья ипостась Бога – Дух Святой. Ранее же люди знали Бога Отца и Бога Сына. Все вместе Троица. Этот день также считается днем образования христианской церкви. В воскресенье в Храме всех святых собрались прихожане. Службу проводил митрополит Самарский Тольятинский Сергий. Русский народ всегда был носителем этого великого православного духа. Этой благодати, которая немощная врачует и оскудевающую восполняет. Духа божественной правды, величия. Этого духа, который освящает всяческое и вся. И дай Бог, чтобы русский народ вновь обрел эту силу божественного духа. После богослужения митрополит вручил награды. Грамоты от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Награды получили представители власти и общественники за деятельность на благо региона и русской православной церкви. Иван Матынга, президент федерации дзюдо Привовского федерального округа, совместно с РПЦ проводит всероссийские соревнования «Кубок митрополита Самарского и Тольятинского». Он уверен, что физическое развитие человека не должно быть без духовного. Изначально, конечно, духовное развитие, потому что стержень в человеке – это самое главное, духовный стержень, который и дает двигаться вперед, и который не дает, как сказал наш сегодня владыка, а скотиниться. И, в общем-то, на этом нужно и воспитывать наших детей. И церковь, и власть, общество, они соединяются, и это очень важно, потому что все это служит одной благой целью – это духовное и нравственное здоровье жителей нашей губернии. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Клуб ЦСК ВВС продолжит выступать в высшей хоккейной лиге. Решение уже принято на совещании руководителей ВХЛ. Наша команда допущена к играм в дивизионе. Напомню, прошлый сезон сложился, мягко говоря, не совсем удачно для военных летчиков. Армейцы никак не могли подняться со дна турнирной таблицы. В этом году наши парни и тренерский штаб клуба обещают ситуацию исправить. Так что ждем старт очередного сезона. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Страсбурге. В финале наша землячка одолела представительницу Словакии Доминику Цибулкову. Поединок длился почти четыре часа. Интрига в противостоянии была, но в итоге Волжанка смогла взять верх над опытным оппонентом. Это уже 12-я победа самарской спортсменки на престижных турнирах. Тем временем игроки Толятинской лады находятся в расположении национальной команды нашей страны. У россиянок учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Девушки тренируются в преддверии заключительных матчей квалификационного турнира чемпионата Европы. По итогам сбора тренерский штаб главной команды страны определит 18 гандболисток, которые примут участие в международных поединках. Они сыграют с Португалией 31 мая и Австрией 3 июня. Отмечу, что именно у Тольятинок весьма неплохой шанс закрепиться в составе сборной России. У меня на этом все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся. Продолжение следует...